В Клинцах состоялась рабочая встреча под председательством президента Союза Чернобыль-России Вячеслава Гришина. Поводом к заседанию стало обсуждение самых животрепещущих вопросов для каждого жителя радиационных зон Юго-Запада области. Напомним, ранее в правительстве России озвучили предложение изменить статус некоторых территорий с зоны отселения на зону с правом на отселение, или вовсе упразднить такое положение. А это означает одно – отмена льгот, невозможность бесплатно обследоваться и лечиться, а также получать жилье. Поправки коснулись бы не только жителей Клинцов и Новозыпково, но и еще более 180 населенных пунктов. Естественно, это вызвало шквал негодования людей, проживающих на потенциально опасных территориях. Благодаря сплоченности народа, желанию и возможности властей услышать и наладить диалог, удалось продлить действия льгот до 2016 года. Хочется поблагодарить ОНФ, администрацию правительства Брянской области, председателя президента Гришина Вячеслава Леонидовича за участие в решении данного вопроса. Мы будем держать его на контроле. У нас есть еще год, чтобы мы смогли продлить данный закон. Участники круглого стола обсудили вопрос скорейшего завершения строительства морфологического центра в Клинцах. По мнению специалистов, заболеваемость раком на зараженных территориях остается высокой. Именно поэтому ранняя диагностика поможет повысить шансы на исцеление. Острой проблемой остается обеспеченность жильем пострадавших от радиации. По признанию присутствующих, 90% обращения за сертификатами остается без ответа. Еще раз подтвердим высказывание Александра Васильевича Богомаза относительно того, что нужно разобраться. И если есть там коррупционные составляющие, не зависящие от нормы закона, то, безусловно, это компетентный орган. Если же, если же, как вы говорите, основой коррупции является норма закона, правильно, нужно его править. И вы знаете, что сегодня ни один федеральный закон без антикоррупционной экспертизы не принимается. Иными словами, проблема все-таки не в самом законе, а в его грубом нарушении. Ложкой меда стали достигнуты договоренности с Росатомом о детском отдыхе на курортах и в санаториях. Также группа ребят отправится на новогодний праздник в Москву. Благодаря совместным усилиям руководства области во главе с губернатором Александром Васильевичем Богомазом, руководством Союза Чернобыля, руководством Общероссийского народного фронта, удалось найти понимание в вышестоящих структурах, и все чернобыльские льготы будут, естественно, сохранены. Конструктивный диалог всегда лучше какой-то ругани, каких-то взаимных упреков. Это ни к чему хорошему никогда не приводило. Небольшая, но знаковая победа служит отличным примером грамотного взаимодействия органов власти, общественных организаций и народа. В перспективе Союз Чернобыль-России намерен сделать выплаты пострадавшим от радиации бессрочными. Артемий Маркелов, Андрей Мазунин, События Клинцы.